Всем привет, с вами Севпро, и сегодня четвертая часть секретов в Майнкрафте Pocket Edition. И чтобы вышла пятая часть, мы должны набрать как минимум 35 лайков, после чего выйдет пятая часть. Что ж, первый секрет заключается в песчаном блоке. Если присмотреться в песчаном блоке, можно увидеть цифру 2, которая как бы ничего не обозначает, но просто цифра 2, и она со всех сторон. Второй секрет включается в мечах. Если в режиме креативить, то вы не сможете сломать блок ни с каким мечом, то есть у вас просто не получится. Третий секрет заключается в невидимой двери. То есть вот мы сейчас стоим в такой коробке, и дальше пройти не сможем, а это связано с тем, что под ковром меня находится забор. И для этого, так сказать, механизма, или полумеханизма, нам надо поставить забор, и на забор поставить, так сказать, ковер. Твердый секрет включается в целотах и криперах. Если рядом со скрипером заспавнится целота, то он с него просто начнёт бежать, или, можно сказать, убежит. Вот, как видите, он начинает бегать от целота, то есть он боится его. Пятый секрет включается в динамите. Если динамит поставить в воду или в лаву, и после чего зажечь его, то он просто-напросто ничего не зарвёт. То есть он, ну, как бы не оставит ни следа и не нанесёт вам никакой урон. Шестой секрет включается в воду или в воде. Если воду разлить, так сказать, в воду, то она просто начнёт сразу испаряться. Вы не сможете разлить ни один кусок воды. Седьмой секрет включается в часах и компасах. Если вы находитесь в воду, то ваши часы будут показывать неточное время. То есть они просто будут неисправными. То же самое будет происходить с компасом. Потому что здесь у нас нет нашего спавна, и они не будут показывать точные ваши координаты. Восьмой секрет включается в коврах. Если за камень поставить ковёр разного цвета, то ковёр будет просто-напросто пропускать цвет, что очень полезно для разных карт. Девятый секрет включается в сундуках. Если поставить сундук-ловушку и рядом сундук-ловушка, то они не соединятся. А если поставить обычный сундук с обычным, то они объединятся и станут таким длинным. Десятый секрет, и на сегодня последний, заключается в мобах. Если моба заспавнят в воде, то они просто-напросто не будут тонуть. То есть они не будут задыхаться в этой воде. Это происходит прямо со всеми мобами. Ну, кроме слизни, да, слизнь будет тонуть, но он всё равно не будет получать от этого урон. Ну что ж, как видите, никто не тонет, и на этом всё. Всё. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok